Одним из основных вопросов на повестке дня – проведение месячника по борьбе с туберкулёзом. Уже не первый год в нашей стране борются с этим недугом, рассказывает начальник управления здравоохранения города Виктор Пологов. За последние пять лет количество больных снизилось на 9%. Ещё одна проблема – частые случаи проникновения туберкулёзной палочки в организм ВИЧ-инфицированных людей, ослабленный иммунитет которых усложняет борьбу медработников за жизнь пациента. На сегодняшний день эффективному противодействию туберкулёза как раз не даёт возможность распространения туберкулёза среди этой группы. Последний год у нас практически каждый четвёртый больной туберкулёзом впервые выявлен страдает ВИЧ-инфекцией. Виктор Пологов отметил, в работе с больными помогают патронажные сёстры Красного Креста. Они взяли на себя часть инфицированных и проводят контролируемое лечение. Председатель общественной организации Александр Коваленко рассказывает, количество волонтёров общества растёт. 87 человек. 66 из этих людей лечение уже закончили. Хочу сказать, что есть 10 случаев из всего проекта есть неудачное лечение. Но в целом по качеству лечения и по выздоровлению у нас 84,5%. Продолжается работа общественной организации и по программе «Ветеран». Сегодня на счету у Красного Креста более 450 инвалидов войны. Ежедневно патронажные сёстры посещают до 18 больных. Кроме этого, общество предоставляет помощь социально незащищённым гражданам. Проводит сбор одежды, закупает для них необходимые продукты. Для этого выделяется 105 гривен на человека, но вскоре сумма увеличится до 120. Также у общественной организации имеется запас на случай чрезвычайной ситуации. При необходимости определённая сумма будет пожертвована на выздоровление или улучшение условий жизни нуждающихся, рассказывает председатель Красного Креста. На нашем депозите имеется 10 тысяч гривен для того, чтобы в любой момент, при чрезвычайной ситуации, если, допустим, у кого-то из наших севастопольцев бывают такие случаи, когда полностью сгорело жильё, и люди остаются один на один с своей проблемой, естественно, не обращаются в управление социальной защиты, получают помощь, но и мы на сегодняшний день имеем возможность оказывать людям такую помощь. В скором времени будет продлён договор о сотрудничестве Красного Креста и Управлении труда и социальной защиты населения СГГА. Также рассматривается взаимодействие и с другими городскими службами. Рената Малышева, Денис Александрович. Программа «Наше время».